Вы, наверное, уже со всех углов слышали про психотипы. Сейчас я очень быстро и понятно объясню, что это. Если вы меня еще не знаете, меня зовут Даша. Я аналитический психолог-картерапевт и эксперт типологии личности. Здесь я рассказываю о разных психотипах психологии на примере известных киногероев и киноперсонажей. Здесь я рассказываю о типологии личности по Юнгу. Это инструмент, используемый аналитическими психологами. И придуман он был непосредственно самим Карлом Гуссовым-Юнгом, который применял это в своей практике. Когда-то он заметил, что разные клиенты работают и лечатся по разным алгоритмам и объявил их в такую типологию. Всего психотипа у нас 4 основных, там есть дальнейшие комбинации. Но сегодня я хочу рассказать о том, именно как этот психотип строится. А если вам будет интересно, то вы можете написать мне в комментариях, и я расскажу подробнее о самих психотипах. Разбирать систему строения психотипа мы будем на примере домика. У каждого дома есть фундамент. Это самое основное, что есть в доме. Мы все знаем, что если фундамент дома заложить плохо, то дом будет шататься и постепенно он упадет, держаться не будет. Так вот, фундамент это наш ведущий психотип. То есть это самое важное, то, на чем держится вся наша личность. Но, наверное, вы очень мало встречали людей, которые, проходя мимо дома, говорили бы, блин, какой у него клевый фундамент, нам бы такой фундамент. Люди в основном обращают внимание на фасад дома, на то, как он выглядит, на его крышу и так далее. И вот этот фасад — это наша низшая функция. То есть если фундамент — это ведущая функция из четырех психотипов, то фасад — это низшая функция. Это то, какими, мы думаем, мы должны казаться, чтобы люди нас принимали, люди нас любили, одобряли. Ну и в целом, чтобы продвинуться и закрепиться в этом обществе. Но вот только это тот фасад, который, ну, как бы совсем не подходит условиям страны проживания, места проживания. Допустим, вы живете на севере, где очень холодно, но дом из очень таких тонких, неустойчивых материалов, окна огромные и продуваются. Ну и крыша, допустим, плоская, на которой копится дождь, снег и начинает протекать. Когда вы делаете такой фасад, не основываясь на реальных условиях, так скажем, дома, то есть фасад, непригодный для жизни в этом доме, в этой среде и в этих условиях, это так называемая фальсификация. То есть вы обустраиваете свой северный дом, допустим, как дом на югах, потому что вам кажется, что такой дом уж точно будет одобряться. Всем же нравится дом на югах. Никто не хочет жить, ну, например, на севере, условно, вы так думаете, да? И поэтому ваш дом становится таким южным домом в северном сеттинге. И тогда вы как будто бы падаете в фальсификацию, да? То есть вы живете в доме, который в целом, ну, как бы непригоден для жизни. Да, возможно, он кому-то понравится, но вам в нем, в принципе, жить будет просто невозможно. Так же происходит и с психотипами. Допустим, у вас есть ваш фундамент, который крепко заложен. Но если дом для жизни непригоден, например, в северном регионе, в какой-нибудь Норвегии вы построили дом, как в Испании, да? Жить в нем просто невозможно. Вы тратите массу усилий для того, чтобы этот дом стал обитаем просто в тех условиях, в которых вы находитесь. Вы постоянно латаете эту крышу, постоянно утепляете дополнительно окна и поддерживаете вид дома, визуальный вот этот фасад, в тех условиях, в которых вам кажется, людям будет ваш дом больше нравиться, но при этом вы в нем не живете, вы в нем выживаете. И когда вы живете не по своему психотипу, а по фальсификации, по вот этой низшей функции, то так оно и происходит с вами в реальной жизни. Например, вы очень творческий, такой легкий, хаотичный человек, но вам кажется, что вы получите одобрение в жизни только в том случае, если будете таким вот, знаете, карьеристом и достигатором. И вы тратите огромное количество усилий для того, чтобы этим достигатором стать. По сути, это как жить вот в этом южном доме в Норвегии. То есть вы просто постоянно латаете какие-то вот эти вот дыры и пытаетесь в этом доме выжить, вместо того, чтобы в этом доме просто жить и получать удовольствие. Что у нас в доме еще есть? В доме есть несущие стены, такие опорные конструкции, которым этому дому помогают как бы существовать и стоять. Это наши вспомогательные функции, которые действительно помогают нам добиться наших целей, потому что, если посмотреть, то одного основания дома, чтобы в нем жить, ну, этого просто недостаточно. Нужно что-то, чтобы было еще. Ну, и есть в каждом доме, знаете, такие скрипящие ступенечки, о которых знают его жители, или там окно, которое там не супер до конца закрывается, или какая-то дверь, которая тоже там вот, ну, скрипит. Это наши такие больные места, которые у нас тоже есть. Ну, и согласитесь, что когда вы знаете в доме ваши проблемные места, в нем становится жить проще, потому что вы знаете, на что нужно нацелить свое внимание, чтобы в доме стало комфортнее жить. Вы знаете про эту скрипучую ступеньку, и вы знаете, что ее либо нужно избегать, чтобы она не скрипела, или ее нужно починить, как и со скрипучей дверью, как и с не до конца закрывающимся окном. Задача терапии и работы с психотипами сделать так, чтобы, используя базу дома, используя несущие конструкции, зная о слабых местах, выстроить такой фасад, который будет соответствовать условиям жизни того места, где вы непосредственно живете, чтобы вы не выживали и не существовали, а чтобы вы просто жили и получали удовольствие от жизни. К сожалению, большинство людей в моей практике, с которыми я работала, с которыми я сталкиваюсь, живут в фальсификации. То есть они живут, поддерживая фасад дома, который не подходит по условиям жизни этого человека. На это уходит масса усилий. Человек постоянно уставший и в постоянном выгорании. И он просто не может осуществлять свои цели, потому что, во-первых, он не знает, какие его цели, он не понимает себя, а во-вторых, он и не может понять, когда он в постоянном выгорании, когда он постоянно поддерживает этот фасад, утепляет эти окна, сгребает снег с этой крыши, чтобы в этом доме можно было бы хоть как-то жить. Если вы находитесь в постоянных выгораниях, если у вас нет сил делать что-либо после работы, кроме как просто упасть и заснуть, то вы нашли тот канал, на котором вам точно нужно быть. Здесь я рассказываю о том, как найти себя, как начать жить по своему психотипу, просто интересные вещи о психологии и о психотипах на примерах главных героев и не только главных, интересных всяких книг. Оставайтесь, подписывайтесь, ставьте лайки этому видео и надеюсь, мы с вами еще увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok